Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Сегодня у нас подборочка модов для Американ Тракт Симулятора. Я небольшой любитель запихивать прям дохренища модов. Не знаю, откуда во мне сегодня такая доброта. Ссылочки на всё я оставлю в описании. Так что, в общем-то, погнали смотреть всё это дело. Ах да, конечно же, забыл сказать, в мультиплеере всё это дело, конечно же, не работает. Ни в конвои, ни в тракер с МП, потому что задаются такие вопросы. Нет, не работает. Может быть, когда-нибудь будет работать, но пока что нет. В общем-то, да, погнали. Первый, друзья, мод на сегодня Road Advisor, который помещает, переносит точнее это всё дело наверх. Мне не очень нравится, когда он на весь экран. Сверху вот эта вот полоса остаётся. Информация полезная. Карта мне не нужна, потому что она есть во всех грузовиках. Я имею в виду навигатор, он есть на приборной панели. В общем-то, штука обязательная. И да, это делается с помощью мода, потому что в одной из подборок для ETS, где я рассказывал про этот мод, было 500 комментариев, как я переместил это наверх. С помощью мода я это сделал, и я даже в том видео рассказал, с помощью какого. Но всё равно такие вопросы задаются. А потом говорят, что я тщеславный ублюдок и считаю всех тупыми. Нет. Вот просто вот так вот, да, получается. Короче, мастхевная штука, и погнали дальше. Ещё один мод, который мне нравится, называется American Trackstop. Да, в принципе, то же самое, что и Европа Trackstop, только для Америки. Разумеется, он также несовместим с модовыми картами, которые изменяют дефолтную карту. Однако, с каким-нибудь промоцем, который просто добавляет Канаду или Кана Дрим, оно работает, ставит ниже карт. И, в общем-то, всё прекрасно. Ну, мне вот нравится, знаете ли, когда вот такие тракстопы выглядят намного лучше. Ну, и опять-таки, паки грузовиков в трафик вам добавят больше реалистичности с этими самыми тракстопами. Идём, друзья, далее. И у нас на очереди модик, который называется Mirror Camera Mod. Этот мод добавляет камеры вместо зеркал на современные грузовики. Ну, это, в принципе, все, кроме старого Кенварта и старого Питербилта, которые квадратные идут, большие. То есть, на новые все, типа, Каскади, на Маки, на Вольво. Всё это дело работает. Работает без глюков, работает оно прекрасно. А с учётом того, что зеркала находятся довольно-таки далеко от кабины, и чтобы их видеть, нужно то ли отодвигаться назад, мне это, например, не нравится, то, в общем-то, такая штука вполне себе выручает, выглядит очень здорово. Следующий модик, который я хочу вам показать, называется No Road Block. Он убирает вот эти вот стрелочки-барьеры на дорогах, которые, ну, заканчиваются, грубо говоря. Плюс за них ещё и можно выехать за эти пределы. Правда, дальше, если вы поедете, вы куда-нибудь провалитесь под карту, поэтому туда не стоит ездить. Ну, просто они не мозолят вам вид. Как по мне, тоже довольно-таки нужная штука. У меня она стоит и в АТС, и в ЕТС. Так что и вам, в общем-то, советую. Далее очередной модик от Сиселя и, опять-таки, трейлер-пак, который я в последней подборке по ЕТС тоже показывал. Добавляет больше сотни всяких американских трейлеров с реальными компаниями. В трафике это выглядит намного, ну, мне нравится, как это дело выглядит. Как я уже говорил в том ролике, довольно много существует всяких подборок с этими паками прицепов в трафик. Я 500 штук ставить не люблю разных, ну, а товарищ Чисель делает все хорошо, качественно, его моды мне нравятся, поэтому выбран именно он. Следующий мод на сегодня у нас это Яндекс Алиса в навигатор. И в Американ Тракт Симуляторе у меня стоит какая-то версия от одного из ютуберов, по-моему, кто-то это записывал, не помню кто. А тот прикол в том, что он это записывал на телефон, точнее, наверное, с телефона на микрофон. И поэтому есть некоторые такие шумы, обрезанные в эти самые высокие-низкие частоты очень сильно. Из-за этого кажется, что действительно это говорят колонки какие-то. То есть этот звук, он выглядит довольно реалистично. В принципе, есть такая же версия и для Евротракт Симулятора, но там у меня почему-то он не стоит. Не знаю почему, наверное, мне просто я забываю, когда хочу его поставить. Он давно не обновлялся, там для версии 1.37, но он до сих пор работает, все нормально. Поэтому, в общем-то, ссылочка в описании оставляю и всем тоже рекомендую. Ну и, в общем-то, друзья, на этом подборочка все. Больше у меня ничего и нету, потому что, ну, не вижу в этом особого смысла. Кто выяснил для себя что-либо полезное, ставьте лукас, пишите ваши комментарии, что у вас еще за моды стоят. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди у нас розыгрыши 22 фермы лицензии в Steam. Там довольно весело все будет проходить. Ну, по крайней мере, мне точно будет весело. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Всем спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй и всем пока-ки. Субтитры подогнал «Симон»!